Экспедиция воспитанников кадетских корпусов «Связь времен и поколение» идет по плану. В этом смог убедиться как глава областного центра, так и родители ребят. В городской мэрии состоялся телемост с участниками путешествия. Напомним, что 30 июля экспедиция стартовала из Иваново. Сейчас кадеты находятся в Бобруйске. Позади остались белорусские города, где 200 лет назад шли бои с наполеоновской армией. Первой точкой маршрута стал Полоцк. Сразу же утром состоялась церемония возложения веков в центре города к монументу героев Отечественной войны 1812 года. В течение дня мы побывали в храмах, на местах боев, у Кургана Славы. Там, где в боях принимали участие наши ивановцы, 332-й иваново-полнская ювизия. В ходе экспедиции было запланировано часть времени потратить на уборку территорий около обелисков и монументам погибшим воинам. Но в Беларуси все памятники оказались в идеальном состоянии. Глава города попросил передать местным властям свою благодарность. Мне очень приятно слышать, что места захоронения наших воинов содержатся в очень хорошем состоянии. Поэтому отдельное слово благодарности. Родителям, которые с нетерпением ждут возвращения своих чад, было приятно услышать, что у детей все хорошо. Олег Волынкин заверил, самочувствие у всех членов экспедиции отлично и повода для волнения нет. Мы отправляли, когда ребенка очень волновались, стояла жара, и мы беспокоились о его физическом и моральном состоянии. Но сейчас после общения по скайпу, конечно, мы уже чувствуем себя хорошо, видим, что ребята довольны, сидят, улыбаются, все в порядке. Теперь родители будут ждать следующей возможности пообщаться. А предоставляется она очень редко. Пользоваться телефонами кадеты могут только в строго отведенное время. Это сделано для того, чтобы ничто не отвлекало ребят от экспедиции.